Александр Яковлевич, как Вы оцените сегодняшний, кстати, пятый юбилейный фестиваль рэп-музыки? Больше клипов, больше стала рэп-композиции, я думаю, через какое-то время и на радио всё это появится, поэтому он как бы открывает новую эпоху в рэп-музыке. А какие перспективы развития этого фестиваля, на Ваш взгляд? Ну, во-первых, канал Муз-ТВ, как я понимаю, поддерживает фестиваль, я думаю, дальше, наверное, должен поддерживать такие мероприятия, потому что молодежь, ну, 90%, наверное, молодежи, вот, 13 до 20 лет с удовольствием слушают рэп-музыку. Это же энергетика. Насколько реально человеку, который принимает участие в этом фестивале, стать первым и стать в дальнейшем звездой? Вполне реально. То есть, практически любой человек, который не имеет небольших денег, не имеет блата, а имеет только талант, может быть первым? В рэпе, да. Пожалуй, одна из немногих культур, где это реально. И, на ваш взгляд, сколько продлится вот рэп-культура, рэп-музыка у нас в России? Ну, как правило, вот на моем, я давно занимаюсь шоу-бизнесом, как правило, когда какой-то стиль музыки начинает, так сказать, наращивать свои обороты, в тот момент, когда он доходит до пика, вот этот пик держится в среднем лет 5. Ну, если вы посмотрите все западные хит-парады, самое крайнее попсовое отклонение в рэпе – это Уилл Смит. Процентов 50 всего чарта – это рэп. Это во всем мире. В Европе рэп-фестивали собирают стадионы, они же связаны с альтернативными видами спорта, начинают брейк-дансы и заканчивая роликами, досками, скейтборд, сноуборд, байки, все что угодно. У нас в рэп-фестивале могут приобрести размер лужников, чтобы до пика забить их? Мы постараемся это сделать. Понятно. Я думаю, еще больших размеров. Понятно. Все, большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok